С творчеством Манюшка связывается осуществление мечты польского народа о создании своей национальной оперы. Этому скромному провинциальному музыканту обязан польский народ также проявлением романской лирики. Воспитанный на оперных произведениях западноевропейских композиторов, Манюшка тем не менее отличается от них чертами, которые роднят его современными ему русскими писателями и композиторами, подчеркнутым интересом к теме социального протеста. Возможно, что именно эта направленность и объясняет немеркнущую популярность лучшей оперы Манюшка – Галька. Станислав Манюшка родился 5 мая 1819 года в поместье Убель близ Минска. Мальчик вовсе не принадлежал к числу так называемых вундеркиндов, но с самых ранних лет чувствовал непреодолимое влечение к музыке. Мать первая заметила во мне сверкающую искру дарования. И как только пальцы мои немного окрепли, сама стала учить меня началом любимого искусства. Так рассказывает о своем детстве Манюшка. Он рос в помещичьей усадьбе в Белоруссии. Наблюдая жизнь крестьян, будущий композитор с детства полюбил народные обычаи, мелодии польских и белорусских песен. Отец Манюшка в прошлом военный, увлекался искусством и решил дать своему единственному сыну разностороннее образование в Варшаве. Станислав берет уроки музыки у Фрейра, учится игре на органе, часто бывает на концертах и в опере. В Варшаве ставятся итальянские и французские оперы, выступают виртуозы, пианисты, скрипачи, великие погонения. В 1830 году семья Манюшка возвращается в Минск. В их доме устраиваются музыкальные вечера, здесь поют, играют, в четыре руки. В эти годы Станислав решает стать музыкантом. Станислав занимается сначала в Минске у Стефановича, а затем в певческой академии в Берлине у Рунгенхагена, где получил настоящую профессиональную подготовку. Дарование Манюшка раскрывается не сразу, ничего выдающегося не заметили в нем его учителя. В скромном близоруком юноше, ничто не предвещает творца национальной оперы. Это был один из самых тяжелых периодов истории Польши. Крушение надежд на независимость Польши после наполеоновского нашествия определило общественную атмосферу. За границей жили и творили самые выдающиеся польские художники середины века. Шопен, Мицкевич, Словацкий и Норвид. Лишь немногие оставались на родине и в условиях беспощадных репрессий и жесточайшей цензуры продолжали своим творчеством бороться за национальное самоутверждение. К этой замечательной группе подвижников принадлежал им Манюшка. После обучения в Берлине Манюшка получает скромную должность органиста в костеле города Вильна. В городе не было ни оперного, ни постоянного драматического театра. И даже собрать симфонический оркестр в полном составе было выше возможностей виленских любителей музыки. В этом духовном пустыре Манюшка прожил 20 лет. Здесь создал он свои редкие по красоте домашние песенки, едва ли не первые национальные произведения для голоса. Уже через несколько лет после появления этого сборника, по словам современников, почти на всех концертах звучат песни Манюшка, нет зала или гостиной, где бы их не пели. Первому из своих 12 песенников, вышедшему в 1841 году, композитор предпослал развернутый проспект, в котором излагал свое эстетическое кредо. Предназначая эти романсы для домашнего исполнения, Манюшка ставил своей целью повысить художественный уровень польского бытового музицирования, приблизить его к самым высоким достижениям современной профессиональной музыки. Лучшие художники открыли этот неисчерпаемый родник гармонии и начали его разрабатывать. Поэты, изучая самобытную поэзию народа, пользуясь его тематикой, стали сочинять песни национального характера, писал композитор. Более 250 песен, вошедших в песенник, охватывают огромное количество жанров. Излюбленный жанр, балладный, в соответствии с традициями польской романтической поэзии. А для знающих польский язык романсы Манюшка – сокровище. Писал Серов о песнях Манюшка, сравнивая их с романцами Шуберта, Шумана, Глинки, Доргомышского, отмечая, в частности, высокий художественный уровень романца «Знаешь ли край» на слова Гёте в переводе Мицкевича. Резонанс, который песенники получили на родине Манюшка, не имел себе подобного. Появление национальной музыки, словно разговаривающей по-польски, в момент, когда родной язык был под запретом, имело, прежде всего, громадное патриотическое значение. Со временем популярность песенников Манюшка затмила все, что когда-либо выходило в Польше в этом жанре. Но в ту пору виленской жизни слава шла к композитору медленно. Виленцы и не подозревали, что органист, которого они слушают в костеле, и который дает уроки по рублю за час – выдающийся композитор. Несмотря на трудности, нужду, Манюшка осуществляет в эти годы свою заветную цель – создает первую польскую классическую оперу Галька. В 1848 году Галька впервые прозвучала в концернном исполнении в Вильне. Тогда она состояла всего лишь из двух актов. Опера Галька – это отклик композитора на революционное движение польского крестьянства, развернувшееся в 40-х годах XIX века. В первоначальном варианте опера должна была заканчиваться крестьянским восстанием. По цензурным соображениям, конец ее Манюшка пришлось изменить. Но опера не утратила своей обличительной силы. Сюжет Гальки взят из народной жизни. Сюжет чрезвычайно прост и в то же время полон потрясающего драматизма, писал Кьюи. Композитор не искал внешних эффектов. В его опере нет ни процессий, ни выездов, ни охот, ни снов, ни лошадей. Но в самой драме много эффектов, производящих несравненно сильнейшее впечатление, чем Мейерберовская, блестящая мишура. Опера лирична и напевна. Музыкальный язык ее драматичен и глубоко народен. Хотя Манюшка и не ввел в Гальку ни одной польской народной песни. Необыкновенная нежность, грациозность, сердечность, при постоянной красоте звука, писал о музыкальном стиле Манюшка Серов. Действующие лица оперы правдиво обрисованы в музыке. Сочувствие композитора всецело на стороне людей из народа. Музыкальная характеристика дворян далека от традиций народной песенности. Этим Манюшка как бы подчеркивает отсутствие искренности и теплоты у надменных и эгоистичных шляхтичей. По-разному написаны композитором две мазурки в опере. Бравурная, чуждая народному духу, исполняемая в доме стольника, и красочная, поистине народная, звучащая в хоре крестьян из третьего действия. Структура оперы Галька основывается на общепринятых в те годы замкнутых номерах. Но в пределах этих закругленных форм Манюшка достигает высокой степени реализма в воплощении драматических образов сюжета. В частности, большая роль принадлежит оркестру, который, богащая нюансы вокальной партии, придает ей такую гибкость и драматическую выразительность, что Галька воспринимается как свободная музыкальная драма в духе исканий романтиков. На протяжении десятилетнего периода все попытки Манюшка осуществить постановку своей оперы на столичной сцене были обречены на неудачу. Наконец, 1 января 1858 года Галька, расширенная до четырех актов, прозвучала в Варшавском театре. Это событие было воспринято польской общественностью как долгожданное рождение национальной оперы. Ее автор был провозглашен национальным композитором, выраженная в этой опере общая для всех славянских народов стремление к национальному самоутверждению и социальному раскрепощению, сделали ее классической польской оперой. Ни одна другая из более зрелых и совершенных опер Манюшка не имела такой популярности как Галька. Имя Манюшка стало известным не только в Польше, но и за рубежом. В Праге, Софии, Белграде, Вене, Берлине ему было предложено художественное руководство Варшавским оперным театром. Эту должность он занимал до смерти, наступившей 4 июня 1872 года. Здесь шли его новые оперы. Сплавщик леса, графиня, тонкая сатира на аристократическое общество и знаменитый зачарованный замок или страшный двор. Опера «Зачарованный замок», написанный в 1861-64 годы, знаменует собой не только рождение польской музыкальной комедии, но и вершину мастерства самого композитора. Сохранив мелодическое богатство Гальки, это позднее произведение композитора отличается гораздо большим разнообразием эмоциональных оттенков, значительно большим сценическим мастерством, театральностью и динамикой музыки. Раскрытие музыкальными средствами атмосферы, старинной шляхетской усадьбы, показ фантастики в гротескном плане. Все это знаменовало новое явление в польской музыке. На публику 1860-х годов образы польского военного лагеря и рыцарей в латах производили очень сильное впечатление. К достижениям Манюшка последующего десятилетия его жизни относятся ряд хоровых произведений на тексты Мицкевича «Призраки». Крымские сонеты, баллада «Пани Твардовская». Композитор воплотил эпически грозные образы Мицкевича. Его идею суда народной совести, выраженную в древнем обряде необычными средствами, отличающимися от приема оперной музыки. Оперы, созданные Манюшкой, высший образец самобытного польского оперного стиля. До него не поднялся впоследствии ни один композитор Польши. Но сам Манюшка с присущей ему удивительной скромностью говорил о своем творчестве. И я не создаю ничего нового. Странствуя по польским землям, я наполняюсь духом народных песен. Из них, помимо моей воли, вдохновение переливается во все мои сочинения.